всем привет мне давно не было виду пири поэтому сейчас буду немножко реабилитироваться в первую очередь значит что произошло произошло то чего мне просто действительно взорвало мозг это последнее обновление adobe и новые фичи которые не принципе начать развивать начиная с марта и последнем обновлении они добавили автоматическое распознавание речи с ума сойти но по порядку значит марте они изменили модуль который работает субтитрами ладно ну окей но сейчас они добавили автоматическое распознавание текста и это конечно уже гораздо более мощная новость давайте теперь разберемся как она работает для начала вот я уже вызвал окно текст но начинает всем с нуля window поле текст как теперь организована работа с субтитрами в премьере начнем вот отсюда create new caption track нажимаем ok и творить сюда здесь он создает еще один таймлайн чик то есть у нас есть таймлайн для звука таймлайн для видео и сверху у нас появился еще один над таймлайн с субтитрами причем их там может быть тоже несколько срок я могу добавить еще одну дорогу с субтитрами причем первое из них будет отключаться то есть мы можем сделать допустим одновременно работать с субтитрами на русском и параллельно делать такие же субтитры на английском то есть как мы одно включаем другая выключается вот они обе отключили сейчас ну-ка если эту а вот если эту сейчас включу 2 отключится вот то есть одновременно может работать только одна либо не одной но теперь конечно надо к самому вкусному я уберу здесь дэвид трек дэвид трек вот она в панели текст первый пункт это transcribe sequence нажимаем ее и выскакивает первое меню название секвенции продолжительность и здесь два варианта либо все аудио которые у нас есть на треке либо только те клипы которые обозначены лейблом диалог последнее такое крупное впечатление на неадо произвел когда он сделал автоматическое представление точек на музыке это как раз был связан с панелью сэншел саунд вот здесь у нас если мы в панели сэншел саунд расставляем теги называется теги теги диалога то тогда распознавание речи будет анализировать только те что помечены так будет все но я выбираю помечены потому что я при сведении звука то применял к нему фильтры и использовал тег диалог поэтому я использую этот язык естественно рашин дальше transcribe into out point only значит это если мы хотим поставить точки входа и выхода транскрибирую только их только этот интервал второе merge output this existing transcription это значит и что если у нас уже какие-то субтитры здесь есть то он смешает их вместе новые и старые и второе opt-in to recognize the different speakers a token эта галочка нужна для того чтобы разделить несколько спикеров если у меня интервью двух человек один говорит второй говорит один говорит второй говорит то с этой галочку он не только разберет их речь но еще отделит одного спикера от другого по голосу и у нас будет соответственно в транскрипции спи спикер один спикер два потом мы можем приписать присвоить имена и тогда у нас будет вообще полноценная расшифровка нажимаем transcribe и он начинает думать а мы можем пить кофе занимает это не так много времени пока он думает можете как раз посмотреть вот этот ролик я размещу на него ссылку это про мой новый курс он очень классный поэтому если вы интересуетесь монтажом и хотите учиться развиваться то добро пожаловать но сразу оговорить все это великолепие будет работать только на платные подписки на ломаном софте не будет почему потому что как только вы запускаете функцию распознавания речи он высчитывает в низком качестве аудюшку весь звук который нужно распознать и отправляет его на сервер adobe и там уже нейросеть или облако и что угодно там происходит распознавание этой речи локально она ничего не делает только там в облаке и если у вас сломанный софт то соответственно первое что блокируется этот доступ к серверам чтобы они не могли проверить лицензию вот поэтому это плюс за лицензионный софт неважно какая подписка хоть учебная хоть отдельно премьер хоть что угодно хоть по полной платить смысл в том что все сейчас ассистенты помощники они будут уходить в облака и вы будете просто лишать себя классных функций которые будут экономить ваше время особенность подписки не такая большая как кажется просто у нас люди еще не привыкли платить за софт и даже не знают как это делать они знают как скачивать торрентов ломаные софты ставите а то что можно сделать все легально и недорого и это плата она будет вам возвращаться в сэкономленного времени этого люди еще не понимают поэтому просто имейте это в виду на ломаном софте забудьте про распознавание речи и так он закончил что здесь можем сделать первое хочу брать внимание видите здесь текст который мы кликаем он туда же переносит playhead потрясающе просто на конкретное слово шикарно значит слева у спикер я могу кликнуть изменить спикеров если бы у нас было два человека разговаривала то здесь было бы 2 ноуна она он один анон два мы могли бы их присвоить им имена дальше что с этой расшифровкой можем делать принципе можем ее поправить если у нас какие-то грамматические ошибки он либо неправильно рассказал какое-то слово можем оставить знаки припинания там все что угодно если нам слишком большие блоки можем разбить их допустим выделить с какого слова и нажать сплит сегмент тогда он сделает два сегмента если нам нужно объединить два сегмента мы используем merge segments объединяет соответственно два сегмента дальше у нас есть варианты дизей был auto-scrolling то есть отключить синхронизацию playhead и текста не знаю зачем это может быть нужно даже так удобно и transcribe если мы там секвенции поменяли местами монтаж можем сказать давай ка нам еще раз это сделать экспорт транскрипт он предлагает его экспортировать в формате премьера транскрипта то есть это их внутренний формат если нам нужно просто текст тогда мы можем выбрать экспорту текст файл тогда мы просто получаем текстовый файл со всеми расшифровками с текст с тайм-кодами и со спикерами то есть мы получаем по сути полноценную расшифровку то есть людей которые будут расшифровывать интервью люди которые расшифровывали наш интервью теперь просто не нужны теперь мы за три минуты получаем расшифровку текста с которой дальше очень удобно работать и мы это все делаем в премьере шикарная вещь шикарная экономит кучу времени прямо не знаю что они дальше будут делать еще наверняка еще чем классно придумывать дальше дисплей паузы то есть паузы будет он показывает видео таких вот точек где пауза на его вкус опять же дальше нам нужно превратить эту расшифровку пока это не субтитры мы выбираем create captions здесь у нас варианты captions это как раз субтитры создать субтитры из расшифровки то есть то что мы сейчас сделали либо создать пустой трек здесь нам нужно из расшифровки формат капшинов их тут много я всегда беру саптайтл как наиболее универсально распространенные так далее ставил пока тут никакого ставила нет максимум лэнг о in characters это максимальная длина в буквах часто и 42 буквы включая пробел и знаки припинания поэтому 42 знака правильно говорить получается минимальная продолжительность в секундах часто 3 секунды то есть минимальный субтитры который появляется на экране будет 3 секунды можно сделать одну секунду можно сделать 6 секунд опять же в зависимости от того как вам нравится и расстояние между субтитрами в кадрах от 0 до 10 но не знаю зачем нужно это если текст идет стык то он будет еще 10 кадров между ними делать зачем это я не понимаю поэтому пусть будет 0 line или double single или double это насколько он разобьет этот текст сейчас вот весь этот абзац он не будет выводить одновременно экран он будет разбивать его либо на одну строку из 42 символов тщине более 42 символов либо на две строки не более 42 символов каждая ширину ну все настроили говорим крейд вот и он создает эту дорогу субтитрами с паузами с текстами и так далее причем мы можем редактировать их ручками можем также разрезать разматывать то сделать все то же самое что с обычными клипами в старом раньше был по-другому сделано раньше был вот здесь вот слой капшинс не знаю брали они сюда отсюда его нет убрали можно было создать слой может в устаревшим где-нибудь опять new legacy title здесь должен быть наверняка legacy captions нету совсем убрали ничего не осталось от старой субтитровалки то есть даже можем монтировать их также как клипы мы можем их резать мы можем разматывать сматывать и так далее если нам нужно редактировать хотим отредактировать шрифт допустим тогда мы обращаюсь к панели графикс здесь вот мы у выделенных шрифтов можем поменять у выделенных текстов можно принять допустим шрифт ареал регуляр вот только у выделенных шрифтов будет новый титр можем позицию поменять центре внизу привязку краям к узлам но опять же сейчас чтобы вы понимали там вот еще света можно пошаманить это все свойства отражения титра субтитров в видео и если вы при экспорте будете прожигать видео они такими останутся но если вы экспортируете srt файл то в новом плеере проигрывать не знаю на чем это будет проигрываться будет уже те настройки которые стоят в том проигрывателя потому что вы экспортируете текстовой файл как это можно экспортировать мы можем отсюда экспортировать в srt файл можем экспортировать в обычный текстовой файл либо же при экспорте видео пойти в раздел captions здесь у нас есть варианты create sidecar файл то есть тогда у нас будет при экспорте видео рядом с файлом видео создастся отдельный srt файл либо srt либо какой-то еще формат stl либо stl либо srt файл с субтитрами которые будут принимать файл будет иметь тоже название что и ваше видео плеер увидев его будет подтягивать из него текстовую информацию либо мы можем выбрать вариант barn captions into video и тогда она прожжется видео и будет просто частью оформления тогда все настройки которые мы здесь делали пропишутся если же мы экспортируем srt файл тогда он просто уйдет голый текст вот вот так теперь организована работа с субтитрами в премьере по мне это вообще очень крутанский стал особенно мне понравится функция расшифровок теперь не нужно озадачивать людей расшифровками просто это можно делать в премьере за три минуты это абсолютно шикардосная вещь и последняя вещь которыми так радовало это вот когда в сэншел саунд появилась возможность аудио дакинга когда мы звуковые музыкальные дорожки автоматически стали понижать громкость на речи тоже было вау этот и вот эта вторая вещь которая ну может быть потом еще было немного вау функция автокоррекция цвета тоже было вау но это тоже вау прям самая вещь который больше со меня поразила в пемьере последнее время поэтому спасибо за внимание подписывайтесь на канал скоро там будет много всяческой годноты буду стараться ее вывешивать чаще и поэтому колокольчик шмякнет не пропустить все всем пока обнимаю